50 тысяч горожан будут участвовать в праздничных шествиях на День весны и труда, а День победы соберет не меньше 100 тысяч участников. Безопасность на массовых мероприятиях должна быть продумана до мелочей. Губернатор Николай Меркушкин подчеркнул, необходимо более тесное взаимодействие всех органов власти, спецслужб и правоохранительных структур. Продумать и сделать все, чтобы там, где надо продублировать, подстраховать, где надо дополнительно, может быть, какие-то вещи сделать. Все надо предусмотреть и некая, может быть, и внеплановость должна быть определенная. Безопасность на первомайских праздниках будут обеспечивать больше тысячи сотрудников полиции, нацгвардии и добровольной дружины, а в День победы число охранников порядка будет увеличено вдвое. Также участники комиссии обсудили меры безопасности на крупных транспортных объектах, на железнодорожном и речном вокзалах и в аэропорту Курумыч. Не только на период праздников, но и продолжая подготовку к чемпионату мира по футболу. До июня будет разработан план учений и тренировок на всех объектах транспортной инфраструктуры. Также в июне в Самарской области начнут работу 53-летних детских лагеря. Главная задача сейчас – обеспечить там антитеррористическую защищенность. Действующим законом пока не проработана процедура открытия непосредственно сезонных детских оздоровительных центров и не проработана процедура осуществления регионального контроля. Не всю жизнь полностью устраивается законом. Есть еще здравый смысл. Есть наши решения, которые и орган создан для того, чтобы, если нет, законодательно не все прописано, всю жизнь не пропишешь. Есть правительство, есть министерство, есть органы власти на местах. Глава региона рекомендовал уделить больше внимания мерам безопасности в местах детского отдыха, а также в целом не прекращать профилактическую работу с молодежью. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События.